Ремонт. Такая табличка появилась на дверях заведения после того, как в Роспотребнадзор поступила жалоба. Шаурмой отравилась целая семья. До больничной койки, конечно, не дошло, а вот до суда с лёгкостью. Торговая точка оказалась с рецидивом. В декабре по решению суда её уже закрывали на 14 суток. После повторной проверки шаурму вновь закрыли. Теперь уже на 30 суток. А всё из-за того, что многочисленные нарушения санитарных норм руководство так и не устранило. В частности, по точность и для покупателей, и для сотрудников, и для разгрузки продуктов – одна дверь. Повара без медосмотра и санитарной книжки. Владельцы не смогли предоставить документы на сырьё, нарушили сроки годности продукции, не создали условий для обработки и мытья мяса и овощей. И ещё целый перечень нарушений. К счастью, подобные ситуации в сфере Нижнекамского общепита случаются нечасто. Фастфуд, вот эти условия, там создаются условия, где риски возникновения вот этих вот нарушений, риски возникновения возможных кишечных инфекций у населения очень высоки. По определению. Потому что условия такие. Всё готово. И отсутствие контроля надлежащего за ними, это тоже имеет место быть. Вот поэтому, ну как бы, я бы на таких местах не стал питаться. Если только уж из большой необходимости. Возможно, именно ритм провинциального города спасает нижнекамцев от массовых отравлений. Горожане предпочитают фастфуду, домашние обеды. А вы часто шаурму кушаете? Вообще не кушаю. Стараюсь не есть. А почему? Не знаю, как там не особо не внушает доверия. А где предпочитаете кушать? Самое лучшее. Да я вообще-то дома всегда стараюсь есть. Мама вкусно кормит. Да вроде бы не отравлялись, но всё равно доверия нету. Не вызывает доверия. А где предпочитаете кушать? Дома? Да, домашнюю еду. Вы часто шаурму едите? Не совсем, потому что считаю немного вредной еды. И всё же отравление шаурмой не такая уж и редкость. Если вы не можете отказаться от сочной шаурмы в хрустящем лаваше, внимательнее приглядитесь к процессу её готовки. И не стесняйтесь просить у продавца документы, подтверждающие безопасность и качество продукции. Наталья Лушникова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Рафаэль Ракипов. Новости НТР.